Добрый вечер! Мы сегодня продолжаем наш вебинар, который мы не закончили. В основном, сегодня мы посвятим наше занятие тем иллюзиям, которые нам навязываются для того, чтобы держать нас в рабстве. Иллюзий много, и я боюсь, что нам сегодня не хватит времени, чтобы это все перечислить, хотя бы, не говоря уже о том, что рассказать их суть. Но тем не менее, хотя бы основные иллюзии мы их раскроем. Раскроем, ну и причем не надо думать, что там это все от меня идет. Вот. Но поскольку в какой-то степени я стал хранителем, ну, конечно, не профессиональным, вот они же помнят и канон, и все, но какие-то моменты мне сообщены. Я поэтому об этом и говорю. Их тоже должен быть, это рупор какой-то. Хочу начать с простых иллюзий, иллюзий, которые нам навязаны. Ну, например, в 19 веке, тем более раньше, молитвы всегда шли на север. Сейчас сделали на, ну, я уже говорил, на Вифлеем, Иерусалим и Мекка. То есть, мусульмане на Мекку, на Иерусалиме евреи, ну, а христиане у них, поскольку много церквей построено было до середины 19 века, когда произошел ковырок. И там, где был южный полюс, стал северный, а где был северный, стал юг. И поэтому все церкви, которые были алтарем, направлены на восток, стали направлены на запад. Таких много церквей. И поэтому их молитвы тоже идут на запад, но, в принципе, в тот же самый треугольник. Об этом мне говорили жицы Египта в свое время, когда у нас была с ним встреча. Вот. Ну, они формируют новую войс. Но, опять же, это не потому, что они вот так решили сделать. Но им было подсказано, той же самой Римской империей, чтобы они делали такое. Для того, чтобы их остров, который там где-то в Сангле находится, он оказался на Экваторе. Ну, они близким к нему, а не на севере, где они сейчас обитают. Ну, и в основном только за счет Гольфстрима, который периодически пытаются перекрыть. Это первый момент. И, в общем-то, возрождение именно моления на север будет способствовать тому, что ось вращения Земли останется на своем месте. Хотя сейчас в предсессии около двух тысяч километров. Вот. Поэтому у нас такая погода, то тепло, то холодно, вот, прыгает все время. Ну, люди даже могут и не заметить этого окончательного прыжка. Тем не менее, тем не менее, изменение климата, опять начнется переселение народов, потому что, ну, часть окажется в зоне Северного полюса. Это практически сейчас весь юг. Ну, и тот же Египет, та же Турция, все, они попадут в зону Северного полюса. Естественно, они будут оттуда бежать. А бежать куда? Ведь ведь все уже заселено. Ну, города, они же не смогут жить в пустынях или в той же тайге. Тайги, которой, кстати, уже не стало. Потому что там практически все вырублено. Я потому что помню еще, когда ребенком мы ездили из Москвы, на Дальний Восток кругом был лес. Мы ехали по лесу. Сейчас мы едем по пустыне. Недавно наше посещение Дальнего Востока показало, что нет больше тех лесов, какие у нас были. Что касается физиологии. У нас же физиология очень сильно поменялась у людей. Ну, например, ходить босиком. У нас это было принято. Памятники Мину Пожарскому у них же стоят босиком. И это не потому, что у них денег не было купить себе сандалии или какую-то обувь. У нас ведь сохранилось слово «абули». Ну, значит, обманули. У нас в действительности «абули». Потому что заставили ходить в изолирующих нашу связь с землей. У нас даже ведь и дома были земляные полы. Но, во всяком случае, в середине еще 20 века земляные полы были широко распространены на той же Украине. А Украину, надо отметить, она хранила в какой-то степени и старорусский язык. У нас же менялся язык, да? Ну, и вот до края-то оно не дошло. От центра России язык сильно поменяли. И он уже очень мало похож на русский язык. Ну, помимо того, что исчезали там буквы, мы уже об этом говорили. Там 108 букв исчезло. Из нашей азбуки исчезло торжественное письмо. Ну, и многие другие. Там 4 реформы было русского языка. Годы как раз гражданской войны, революции. Вот. Которые подорвали очень сильно русский язык. Исчезла там третья сигнальная система у людей. Вот. Пропали, значит, падежи пропали. Ну, там много вопросов исчезло из русского языка. Исчезло больше десятка вот этих числительных разных видов. Вот. Чистей речи множество исчезло. Их же очень много было. Не только там существительные. Сейчас все подсуществительные. И процессы, и животные, и растения. Но это все отдельно. Это же царство целое. Вот. На все это было убрано. Вот. И поэтому, в общем-то, чисто физиологически, мы даже социальные реформы, которые были, чисто физиологически, мы тоже пострадали из-за этого. Потому, что, говорю, вот и третья сигнальная система исчезла, да? Вот. Исчезла, соответственно, множество вот этих чистых традиций, которые касались, ну, чистой нашей физиологии, имеется в виду. Спать, например. Спали же, опять же, специальные подушки были под голову валики, а подушка была под ухо. Она так и называется под ушко. Вот. Но, слава богу, сейчас стали это возвращать. Потому, что, когда у нас перевели, ну, то есть, мы так вот спин, у нас же сзади тоже имеются артерии, которые пережимаются. Здесь тоже они частично пережимаются, когда мы так вот наклоняем голову. Ну, сон артерии имеется в виду. Из этого слабое питание мозга. А слабое питание мозга, оно приводило и приводит, собственно говоря, к смерти вот этих умных клеток, которые открыли только вот недавно, в 60-е годы 20-го века. До этого полиаксонные клетки, ну, они были известны, просто сейчас их вычислили отовсюду, когда клетка имела по 100-200 отростков. И она, собственно, эти клетки, собственно говоря, занимали, ну, где-то порядка 100 миллионов. Сейчас же их 150-200, там, ну, 300 штук мозгов всего. А это тоже связано как раз с как мы спим и с алкоголем. Потому что алкоголь, он прежде всего уничтожает у нас вот эти умные клетки. Ну, это современное название. А полиаксонное – это старое название. И из-за этого у нас сейчас мыслительные процессы. Ну, у многих людей, во всяком случае, они отсутствуют. Ну, человек думает, что он думает, но этого не происходит в реальности. Особенно благодаря принятию алкоголя. Потому что эти клетки начинают гибнуть. Ну, и, соответственно, вот эта физиология, связанная с неправильным сном, с неправильной подушкой, приводит вот тоже к этим же результатам. Ну, у нас, естественно, исчезли там типа вот этих всех напитков. Они превращены уже в алкогольные. У нас вот сбитие недавно был превращен в алкогольные. Все вина, которые раньше связаны были с разными свойствами воды, прежде всего. Даже водка – это название живой воды. А сделали ее спиртосодержащей. Причем слово «спир» само, да, оно означает душу, дух. Ну, и где этот дух? В реальности он, да, он получается, благодаря пахтанию. Но там сейчас никакого духа нет. В спирте, в сегодняшнем. Как мы его сейчас понимаем. Он тоже травит наши умные клетки, которые трудно вознаграждаться. Хотя вот интересные эксперименты, вот последние, показывают, что можно, оказывается, из клеток кожи получить любую клетку, в том числе и клетку мозга, с акционами, со всеми отростками, в том числе и умные клетки. Но для этого нужны условия. А у нас их нет. Нам навязали пшеницу, которая неизвестно откуда вообще появилась. Нам навязали посленую, содержащую солонин. Пшеница, она содержит этот глютен, который, в принципе, блокирует все наши синтетические способности кишечника. И мы идем вообще к прободению кишечника, если его много, мы употребляем. А солонин делает человека тупым или не умным. Это алкалоид. Он и в баклажанах, особенно в картофеле, и в перце красном, да, и в помидорах. То есть, вот эти четыре основных продукта, это апсолонин. А они нам заменили все наши настоящие овощи. Вот, нас перевели на корнеплоды. На корнеплоды нас переводили, когда нам внедряли смерть на землю, потому что смерти-то ведь не было. Даже когда уже Владимир принял тонах, то есть, перевоплощение, тем не менее, люди все равно внутри своей культуры, они все равно продолжали быть бессмертными. На поверхности было одно, но внутри другое, как обычно. Вот. Тем не менее, значит, внедрили все эти посленовые уничтожили все языческие, так называемые, посевы, того же Амаранта, того же Пырея. Ну, 108 злаков у нас было, атрибуты всех богов, которые входили в круг, но это только для первого круга. А у нас был и второй, и третий, и десятый, и дальше круги. А круг это больше, чем пантеон просто. Вот. И там тоже было множество всевозможных и растений, атрибутов богов и всевозможных там других атрибутов, цветов и прочих, потому что мы видели много диапазонов цветовых, которые, названия сохранились, а диапазонов нет. А у нас в русском языке, в общем-то, 49 на сегодняшний день вот этих вот диапазонов осталось. Ну, это вот все с физиологией связано. Исчезли точно так же понятия различных действующих у нас железно-нутренней секреции, которых сейчас нет. Ну, они есть, но у нас понятия о них нет. там, вилочковые, ну, мы знаем, вилочковые, там немножко, там 6 или 7 всего лишь этих желез осталось известных. А такие, как лобковые, там, копчиковые, межсонные железы, которые в XIX веке изучались на медицинских факультетах, университетах, потому что тогда еще не было медностей тут. Вот, это уже не изучается. Естественно, исчезло многое. Вот эти, сейчас же протоколы введены, причем протоколы введены были в начале XX века, до протоколов, ну, та же самая медицина Пирогова. Почему Пирогов такой знаменитый? Ну, потому что он делал реальные операции, ну, причем там мало, мало резали людей, вытаскивая пули. Пули, она может выскочить сама, если под нее сделать шприцем перекись водорода. Начинается бурная реакция с выделением водорода, и пули под действием этого водорода, этого газа выходит из организма. Поэтому не было этих достать пули, располосать, разрезать там весь организм. всю руку, всю ногу и так далее. Маленькая оставалась ямка, вход в пули характеризовал. То же самое с ожогами. Ожогов тоже было много. Мазали белком яйца, куриным белком. И ожога не было. кожа нарастала. Причем сейчас ведь если больше половины ожогов, человек не жилец. Больше половины тела, если ожог. Но они даже при 20% умирают от ожогов. А никто конечно выживает и при 80%. Так у нас выживали спокойно, когда им мазали яичным белком. А это сейчас секрет. Секрет, который был в 19-е веки широко известен. У нас вообще, что касается именно лечебных возможностей народной медицины, они все время вытравлялись. Ну это и с притохами связано. У нас же ввели роды. Это ведь в начале 20-го века, когда женщины стали ложить на стол, заставили тужиться, чтобы они преодолевая вес плода вытолкнули его. Но не у всех женщин такие сильные мышцы промежности. Поэтому у всех, как правило, проблема с родами. Они до трех суток иногда доходят, не могут разродиться. А часы это нормально. Но если женщину посадить на корточке, как это и было прежде, женщина разрождается в течение нескольких десятков секунд. Ну может 2-3 минуты. Ну и потом, после того, как ребенок родился, его уносят от матери. Вместо того, чтобы дать ему, чтобы он припал к груди и вот это начало выделения молока, которое молозем называют, чтобы он принял весь иммунитет материнский на свой организм. Потому что мы говорили, что все, что впервые делается, оно закладывает основу. Ребенок принял материнскую грудь, и он получил от нее информацию. Все о предыдущих ее болезнях, о выработке иммунитета к этим болезням. Это не делается. Более того, ребенок должен потом начать дальше развиваться. Он должен находиться в позе эмбриона, в какой он был все эти 9 месяцев. Но его же пеленают. Якобы для того, чтобы у него не было искривления ног. Но пеленают руки тоже. В результате ребенок не может принять позу эмбриона. Но если его оставить свободно, он ее принимает. принимает и продолжает развиваться. У него и память развивается, и мышление, ну и все остальное, которых функций при рождении нету пока. Но и прерывают вот этими пеленаниями. Вот у антов до сих пор даже во взрослом состоянии сохранилось, что они спят в позе эмбриона. Хотя им по многу лет, не по 70, как нам, да, а их 100, и 200, и 300, и так далее. Но они до сих пор продолжают развиваться. Ведь у нас заложено 6 поколений зубов. К 72 вырастает обычно третье поколение зубов. У всех, у кого эволюция сохраняется. Но понятно, ее нет. И очень мало людей, у которых в действительности зубы вырастают к 72 годам. много не доживает до этого возраста благодаря внедренной пище. На сегодняшний день человек должен получить 84 прививки. Это за школьный период. Начиная с грудного возраста и до окончания школьного периода 84 прививки. Но это, наверное, еще не предел. А прибивка это тоже очередная иллюзия, которую нам вел якобы существовавший Дженнер, который узнал, что у коров оспа. И боярки не болеют из-за этого оспы. Но это фейк. Это сразу было очевидно, что это фейк, потому что оспа это чисто человеческое заболевание. Она ни у коров, ни у каких других животных не встречается. Хотя там пытаются назвать оспой какие-то заболевания, но возбудители совсем другие. Тоже это фейки. Все. Для того, чтобы начать как раз прививать людей и им блокировать эволюцию. Фактически. но в общем-то они добились хотя тогда же когда случилась вот эта оспа она распровоцировала первую революцию вот но якобы французскую но это была в Российской империи в действительности Франции такой страны не было она только в 1924 ну 23-24 где-то появилась. Вот и снесли бастилию потому что там хватали людей делали прививки садили в тюрьму если они это не делали там не только бастилию снесли там снесли разгромили все потому что никто все же понимали что это фейк это сейчас люди уже не понимают и потому что запудрили мозги этим прививкам Мы лечили запахами лечили вот этими ванными в которых специальные были растворы вот лечили пищей лечили ну то вкус вот лечили соотношениями определенных градиентов пищи опять-таки вот но придумали антибиотики потом антибиотики это однозначное вырубание нашей печени печень является нашим принципе органом бессмертия 20 годам она уже полностью забиты начинается старение интенсивная да и принципе если нет традиции чистки как вы вреде осталось вреда но горячая якобы наша но мы не имеем к отношению индусы они хранители и бочеглавов да ну как египет от хат хор это же их не у них говинда у индусов откуда слова говядина над завоевателем были вот они хранители кришны который возглавлял людей крыс вот они остались во многих легендах многих народов вот они хранители шивы то людей хобра они хранители змеины то есть вот индра который там возглавлял эту цивилизацию вот кстати говоря у нас осталось много терминов которые как раз связаны со змеиной терминологии фиде например федерация откуда слов это змея тихая сапа это опасная змея вот юля имя тоже змея поле тоже змея вот ну и таких вот подмен у нас много нам ведь не дают нормальных божественных имен как дрели православие положено нам дают всяких животных именно вот этих вот макар там например дракон ну и так далее сейчас мы не будем на это тратить время вот поэтому и индусы они хранители разных этих и поэтому арведа не наша у нас своя была у нас было лекарство было целительство на среде с это выше до было врачевательство вот ну животворство вот физиотерапия да это терапия тоже было вот террит то что земля api это поэзия поэзия когда в общем-то говорили вот эти заговоры физиотерапия афия и она вообще было связано с нашей эмоциональной системы у нас сейчас сфит физика это связано как бы с нашим физическим телом она так и называют сейчас физическое тело а это вообще-то эфирное тело правильно если расшифровывать ну это понятно даже из названий тех вот сил мы или энергии как сейчас говорят то что у нас было понятие силы она понимаем а энергия это очень достаточно абстрактное понятие хотя мы к нему привыкли и который представить то трудно можно представить конечно но но не будет в реальности означать то что пытаются обозначить в результате той живут диверсии джейнером да у нас потом придумали что все болезни от микробов вот это тоже не так конечно придумали потом разные такие пандемии провоцировавшие революции вот ну и принципе управляющие нашей истории понимаете когда блокируют эволюцию когда вводят эти вот напитки которые алкогольные травящий мозг или там те же самые овощи которые тоже травят мозг понятно что таким людям легко навязывать любую глупость ну и навязали например что разделение труда ведет к включению производительности труда и вот это глупость она легла в основу нашей цивилизации отсюда пошло все деление не только по профессиям не только по отдельным операциям в производстве чего-то да но во всем на нации на конфессии ну сейчас 27 тысяч конфессий 40 тысяч разных специальностей придумано по миру у нас поменьше там где-то 5000 в ссср но все равно много человек вообще должен быть универсальным а почему придумали то это же пошло от ну от якобы от марса да вот когда делаю допустим сапог сшили сам носок да и голенище и разделили так дело то один человек допустим за два часа а когда разделили один стал за час делать носок другой за час голенище вроде как и вдвоем они должны понятно за час делать но ведь когда человек делает одну операцию он быстро научается делать это быстрее и он начинает быстрее совершенствоваться чем тот человек который делает все вместе тот который делал за за два часа сапог да он его и будет делать за два часа но потихоньку сокращая время поскольку мастерство растет но но меньше растет чем у того который делает только один носок или тот который делает одно голенище который в два раза быстрее приобретает навык более быстро делать но тот человек ведь тоже который делает весь сапог он тоже совершенствуется но в два раза медленнее чем эти два человека и вот это совершенствование собственно положено в основу нашей цивилизации действительности никакого увеличения производительности труда нет просто совершенствование идет медленнее одного человека чем у тех но зато возрастает когда вот разделение труда но много операции сделали в изготовлении какого-то одного продукта ну появились учетчики грузчики то есть появилось то что в принципе удорожает производства чем тот который делать все один и он один и грузчик и учетчики ничего не надо и вот это положено в основу нашей цивилизации привело вот к этим делениям это надо было навязать нам для того чтобы начать это деление все это происки опять же этой римской империи который все прекрасно знает и удачно нам навязывает и они же нам тоже удачно навязывают эту фашистскую идеологию что есть нации или расы более низкого уровня а есть более высокого вот они путают два понятия разные если в чем-то допустим они и превосходят то в другом они обязательно отстают разной нации просто разность это не низость но это тоже положено в основу но практически сегодня она везде эта фашистская идеология присутствует потому что это же идеология римской империи навязывание нам этого фашизма и мы из-за этого собственно говоря не можем попасть ту же самую галактическую конфедерацию потому что ну тоже примитивизм думать что мы какие-то там высокие по отношению к другим но у нас то еще хуже мы просто считаем что институт планетян нет что земля плоская и там и другие глупости навязаны с этим вот на этом в общем то не позволяет нас признать разумными мы признаны сначала были как условно разумные но после того как создана опять же римской империи всевозможных фондов финансирующих всякие глупости которые кладутся нам в основу нашего мировоззрения ну и плоская земля понятно отсутствие инопланетян атеизм то есть отрицание всех вот тонких полей у нас и только призваны ну реально проявляющие себя то есть эририческое поле магнитное поле а их бесконечное множество этих полей но они слабо они вот так себя не проявляют они слабо взаимодействуют друг другом потому что мы не научились создавать эти потенциалы а мы не можем научиться создавать эти потенциалы потому что у нас придуман один только электрический заряд вот но магнитные заряды тоже пытались свое время ввести физику но это быстро закрыли заряд и все больше ничего нет а заряд в действительности тоже бесконечное множество только словом заряд заменили слово потенциал разновидность разных потенциалов разных полей бесконечное множество то же самое внедрили в математику комплексные числа ну потому что якобы нельзя извлекать из минусовых значений квадратные ну вообще четные степени тоже принципе заблуждение которое привело к тому что мы многие вещи не можем рассчитать однако наши специалисты тоже области ракета строения когда у нас возникали такие вещи извлечения корня из минусового значения они извлекали как обычно извлечения делалось и все получалось ракеты летали самолеты взлетали и так далее то есть они пошли по упрощенному пути всяких комплексных чисел которые запудривают только мозги но никаким конкретным результатом не ведут их и невозможно использовать как какие-то конкретные результаты более того количество вот этих математических действий оно было снизу 7 штукам всего лишь в то время как их бесконечное множество до революции то еще 19 веке до 1905 года говорили о многих вот утроение четвертование все прочее это название действий математических которых сейчас нет а 19 и про них не только знали так и учили в гигназии вот количество вот этих же тригганометрических функций до только 6 осталось а это же бесконечное множество бесконечное множество потому что любая в принципе операция синусом или косинус это уже другая функция поэтому их и бесконечное множество но нам не дают использовать эти разные функции именно как самостоятельные функции и придуманы это геометрические функции это ведь тоже неправильно потому что у нас геометрия до конца 19 века запрещена была и все в действительности геометрия а вот тригганометрия никакого отношения сегодняшней математики или геометрия не имеет это совсем другая дисциплина и предмет потому что он служил для создания биосферы придание разумности это совсем другая дисциплина совсем другой предмет но и вели геометрию придумали тригганометрические функции что якобы на с ними связано все это не так потом уже в девятьсот пятом году придумали науку ну и чуть пораньше придумали но она сформировалась фактически после создания теории относительности тоже одного из глубочайшего заблуждения человечества потому что в общем то скоростей больше скорости света огромное количество и даже тот же свет и не только свет могут двигаться с такими скоростями именно благодаря тому что в природе нет ограничений ну вообще ни для чего даже то что мы там считаем ограничены те же обратимые реакции например да что они некоторые не обратим обратимо все просто когда получаемое вещество в результате реакции там испаряется выпадает фасадок или еще что-то играет о необратимости но создайте условия когда она не покидает зону реакции не все реакция обратима становится у нас поэтому что у нас существует опять это заблуждение что есть необратимые процессы да у нас считают что смерть например необратимое явление она обратима и уже нам внедряли всеми силами начиная там вот с египта когда вот эту визу придумали да и принципе анты и косоми они занялись вот этим внедрением на смерти то есть людей начали бальзамировать потом но их начали закапывать потом их стали заколачивать гробы чтоб они туда не вылазили что разновидность видов сна ну там десятки мы только про сон знаем все вообще то что мы сейчас называем сном назывался соб откуда вот слова сопеть в две дырочки вот и спать а вот сон был связан с получением информации сознанием чего-то но и сейчас у нас вот идут вот эти трансляции разных цивилизаций иначе ночью идут трансляции которые можно подключаться и слушать чё они говорят последние звезды можно спокойно и аграда ведет и шамбала ведет и косоги ведут ну практически все параллельные сегодняшние цивилизации они ведут но это на телепатическом языке но не для своего народа ведут но мы тоже можем подключаться если имеем возможность телепатических телепатического общения а для телепатического общения не то чтобы можно это было делать работали обоими руками одновременно даже письмо было обоими руками каллиграфия которая сейчас исчезла но было одно время чистописание когда писали двумя руками сразу у нас потому что сбоку были сложные там уже было сто пятьдесят одна букву это не только гриневич или абрамов шубин но это в реальности так сто пятьдесят один знак найден по всему миру больше других не встречается на стоосе выкинули якобы там не входе с кириллом вот осталось сорок три знака да мне считаю еще на слово вот горлового не твердый мягкий там придумали потом вот ну и все язык испортили а если говорить вообще о медицине сколько там введено глупостей ну потому что протоколах сионских мудрецов но тоже опять же прошу не путать с евреями сион сион вообще-то писиглавцы это римская империя не имеющий никакого отношения к современным евреям и этот в базе ли съезд которые не проводили это был съезд писиглавцев и писинагов которые говорили что здоровье человечества должно быть в их руках образование должно в их руках но все даже наука все должно в их руках поэтому у нас нет ни образования ни науки у нас же было три вида но ее назвали метафизикой оккультизм и потом с ней стали бороться с три вида было бесполезно бороться потому что все знали что для преобразования мира они для объяснения его как сейчас в науке сделали я при сотворении мира для преобразования мира нужно три и нужно эти принципы то что была целая книга принципа так она входила еще в канон но хотя ее как бы канон грохнули естественно но принцип от оставался его все равно изучали но потом и его не стал надеемся что мы узнаем больше об этих принципах но больше чем я сообщил которые мне удалось узнать от наших хранителей но я думаю они в конце концов выйдут все-таки из подполья когда будет уже безопасно критиковать эту систему власти и пытаться выйти из повиновения и поклонения римскому праву и римской зависимости когда принципе возобладала наукам на 3 и она прежде всего внедрила но что все вот эти явления которые там произошли переселение народов потоп армагеддон апокалипсис что это очень давно все это тысячи лет все это произошло ну вот в этом втором тысячелетий причем в середине второго тысячелетия и апокалипсис и армагеддон и вот эти крестовые походы которые одновременно сразу на нас напали разные цивилизации это вся культура архитектура на во многих местах в принципе сразу возникла она же нашу всю архитектуру естественно под корень убрали у нас потому что были например хрустальные дворцы и они вырастали сами то что кристаллы имеют свойство расти причем непонятно откуда они берут материал но они его берут они делают причем они делают по задуманному плану который человек задумал это один из видов архитектуры а были вот строение которое куполообразные а это кстати для купольная система на нот показывают инопланетянных на культуру они отвозят там людей но не рассказывает у них вот это как раз культурой и на земле была такая культура но в россии естественно тоже вот сейчас она осталась вот только в антарктиде я сейчас быстро ну сейчас уже там растаяли льды быстро пытается строить всякие там стили готические классические античные прочее их порядка трех десятков сейчас насчитывается но это все культура завоевателя это не наша культура нам ее пытаются навязать у нас много очень произошло изменений но в чисто вот в таких бытовых традициях но помимо того что там есть до ложка вилка не пользовались были умсты он встретит как вот палочки да но они как ложечки на концах и они брали конкретно качество пищи ну их сейчас нету есть китайские палочки которые могут брать только ну то что не жидкая а уст и могли и жидкую и такую пищу брать вот потому что они сдавали критин это вот первый момент например на свадьбах на тех же самых до не кричали горько это вот стали кричать после революции раньше качали сладко ну чего вы желаете молодожим то у них и будет кричите горько ну значит горько жизнь будет там придумали множество вот этих антиобрядов когда кидают мелочь например это как раз означает то чтобы молодожены в будущем подбирались все время выкуп там невесты тоже глупый обряд совершенно внедрён для того чтобы мужа теперь все время формали невесту это прописано ну и потом вот и вилки ложки в пищи употребление она же но первых они не дают как бы учет пищи сделать да ну как у нас ты например но разнобой вот этот который у нас получается в результате использования этих предметов он ведет к разбалансировки божественных свойств человека ну и потом ведь у нас эти смотрите той же самой физиологии физиологии питания до вместо 60 аминокислот но я вот застал учебники 25 не изучали и уже современный где 16 но это столько нас аминокислот в пище а из аминокислот нас строится белки понятно что раз у нас всего 16 а наша днк предполагает возможность 60 аминокислот использования но их нет поэтому нас выпадение множество функций произошло у нас вот конкретно пример тоже печени более 500 функций открыто но они не все достигают своего результата например та же самая репарация репарация то восстановление клеток которые мутировали ответственно было печень много сейчас функции нет потому что во первых печень забита у нас живет его вообще прочищение внутренних органов речи сейчас не идет настолько вот белки жиры углеводы причем у нас белки жиры углеводы в четыре раза больше а это форма смерти потому что четверка то китайцы ведь не зря считается числом смерти потому что обратное число 1 4 это действительность условия резонанса а резонанс он обладает разрушительной силой он все разрушает и поэтому мы употребляя вот это отношение 114 мы фактически вот детские сады где-то используются всякие дома отдыха санатории армия ну где в общем-то взято все под контроль государством они же придерживаться этой формулы но не фактически сеют смерть в реальности все наоборот у нас вот посмотрите углеводы переда перерабатывает поджелудочная железа она где-то около 70 граммов среднем у человека белки переваривает желудок он где-то 400 граммов весит то есть это 6 раз получается больше поджелудочная железа а печень она перерабатывает жиры она полтора-два килограмма но этот вес он в принципе нагулин будем так говорить потому что печень и вообще она забита межклеточное пространство забита сами клетки забиты вот ну и поэтому но если функционирует на 20 процентов или там на 15 но это хорошо она бывает забита и больше там и на 5 и на 10 процентов только работает вот у нас почему до сети годам вот эти астомозы формируются то что идет от половины который собирает питательные вещества с кишечника и посылает направляет их через печень ну что-то ее очистила она потом не может протолкнуть эту кровь и поэтому астомозы отростки который сразу впадает в вену кава а она идет под малый круг кровообращения откуда попадает большой круг кровообращения и из-за этого у нас у человека в принципе идет не очищенная кровь после 20 лет чуть начинает стареть и вместо традиционных хотя бы 700 лет это средняя продолжительность жизни по нашей галактике и там тысяч лет как у нас те же атланты были те же это но они сейчас есть кстати говоря и там не только тысяч там еще больше лет вместо этих лет мы стали жить ну 60-70 ну возимся но это уже вообще беспредел потому что нас используют на гавах нужно ведь рассказать что душа бессмертно да но тоже лапша на уши душа давно уже не бессмертно когда мишну приняли но это священная книга которая была до библии отменили перевоплощение а разменили перевоплощение души бесхозно но кто-то их должен какой-то хозяин быть понятно их стали использовать на гавах в лог людей мало кто попадает вас но попадают в ад и грешники и праведники потому что они не делают тризну для того чтобы душа снова перевоплотилась нужна тризна она отменена во всех народов во всех народов вот слово и понятие тризны существуют у всех народов без исключения пожалуй я правда не всех исследовал на этот вот так все таки там 7000 вот но основные народы все знают что такое тризна и знаешь что надо делать а и не делать ну раз не делать ну значит душа смертна ее можно использовать для получения того гаваха дающий нашим завоевателям и молодость и излечение от всех болезней в реальности надо питаться в основном жирами потому что печень ну пусть даже килограмм она все равно больше и по желудке носит килограмм то это значит в 12 где-то 13 раз больше должно быть жиров и больше желудка два с половиной раза точно то есть углеводов должно быть очень мало а у нас все фрукты все овощи они все углеводные а все которые собирали жиры как например авокадо или собирали белки как например дуриан и длинонии и убрали из нашей культуры придумали мясоедение миссии внедрено это в начале 19 века даже чуть чуть раньше сначала внедрили вареноедение когда холера была и была третья французская революция благодаря холере спровоцирована но там не в действительности это было все в российской империи франции тогда не было вот внедрили варенье всего что мы едим и благодаря этому во первых испортились характера у людей во вторых началась в общем-то забитие вот этих всех наших очищающих органов у нас очищающие органы какие-то печень почки легкие селезенка то есть четыре очищающих органов у нас забивается моментально но отсюда все болезни естественно благодаря питанию вареные именно пищи возьмите даже просто ну какой-нибудь фильтр небольшой ну и туда плесните вот сырую пищу переработанную там на блендере на чем вот она пропустит а вареную она забьется ну и потом мы знаем что вареная пища на там по несколько часов в желудке находится вот сырая пища но она где-то может полчаса может там 40 минут то есть мы быстро переваривается а у нас за того что еще разные переваривания мы сейчас не говорю что-то орехи нельзя есть первыми потому что не дольше всех переваривается первыми можно есть там на те же овощи или фрукты а вот причем фрукты вперед надо есть то что не быстрее перевариваться чем овощи а если усилие орехи у нас тяжелая пища напевается дольше и происходит забивание то есть в то что сзади уже она переработана она должна идти дальше она не идет начинаем гнить естественно и нас когда происходит вот эта вареная пища забивается не только все наши органы препятствующие это сказать проникновению в кровь этой вареной пищи но и межклеточные и клеточное пространство забивается этой пищей у нас почему происходит вот этот вот пищевой лейкоцитоз почему нас кишечник всегда выглядит не так как все остальное чем белый беловатый но кто видел на вскрытие но даже на картинках у правильная нарисует в том что белые крыльные тельца окружает весь кишечник пытаются препятствовать попаданию вареной пищи в организм ну вот такие вот вещи как например определение расстояние до звезд то не все неправильно потому что самая методика неправильно у нас везде по 4 на 4 световых года до альфа цента же самый маленький период а так 100 150 200 и там тысячи даже световых лет вот это все неправильно определено то что определяет помощью диаметра орбиты земли предполагая что они через полгода делают измерения и предполагают что звезда никуда не девается из этого все время разные результаты во первых получается но выбирать которые ну более-менее общепринятые в реальности до той же альфа центавра там расстояние но но гранит солнечной системой альфа центавра туда в общем то нужно даже на наших жигулях доехать за четыре там пять лет ну доехать простых но я имею доступ с небольшими скоростями даже без скорости света потому что в тысячи раз все завышено в тысячи вот тоже касается возраста земли тех же самых вот определений там же углеродный метод определяет останки там возраст но он не работает реально определить возраст можно по залеганию во первых у нас если плотность костей тех же самых погибших динозавров там могли каких-то животных если он больше имеет плотность он протекает пусть меньшую плотность но можно вычислить формулы есть насколько он должен за сколько лет проникнуть а если меньше плотность да ну тогда по засыпанию на же пыль сыпется из космоса вот и по этим данным у нас не 4 миллиарда лет как нам рассказывают триллионы лет но ты это минимум а так вообще-то квартале он и если говорить о том что земля только за счет от этой пыли увеличивает свою массу все древние наши достижения наших прежних цивилизаций они к сожалению тоже все блокированные и нам о них не сообщает тоже купол например над землей он был построен когда у нас был армагеддон но то есть это затопление там большая вода в переводе на русский язык армагеддон вот было затопление затопление происходили потому что падали разбитые планеты разбитые луны у нас две луны погибло вот они падали в океаны были потопы в одной из французской книг как павлюченко обнаружил 16 потопов описано а это все было средние века и у нас здание тот же самый политехнический музей в москве там три этажа подземных откуда столько всего нанесло понятно что это был потоп не один потому что последний поток который был к середине 15 века он занес вот эти первые этажи только то есть уже построенные после армагеддона и потому что был армагеддон поэтому построили купол над землей чтоб не падали эти метеориты и сейчас когда вот подлетают нам всякие кометы подлетать всякие значит огромные астероиды они почему-то не падают на землю потому что купол защищает ее а куполом взял нахлёст нахлёст и поэтому мы можем выйти в открытый космос он где-то больше тысячи километров но около 1000 метров высота этот купол сделан он мешает падению таких метеоритов но и в то же время мешает и вылету наших ракет но если на экватор туда направить там можно вылететь а так вообще все у нас корабли летают новости там 300 400 километров это не космос это все еще пределы атмосферы земли который сейчас там нет фактически там есть там водородный слой новости крас тысячи километров вот и он атмосфера да но это не космос это все атмосфера земли у нас основная атмосфера сейчас тропосфера до этого пять километров а дальше все уже разреженное пространство стратосфера где там ветры жуткие мезосфера но и так далее у нас просто давление упало на земле воздуха мало стало еще три чели который определял калину атмосферу давление надо не было 1400 миллиметров тут надо столба а сейчас 700 ну 740 стала дам еще было еще 766 за атмосфера была принята вот об этом особо конечно нам не рассказывают а когда две атмосферы во-первых все наши растения способны размножаться под водой поэтому подводный мир раньше был очень богат все наши животные и люди в том числе могут дышать под водой когда две атмосферы новосибирские исследователи показали что и кошки и собаки при двух атмосферах прекрасно себя чувствуют под водой то что используют легкий как жабры они могут дышать под водой собственно говоря вот русалки которых много кстати говоря до сих пор осталось они дышат под водой они адаптировались к этому уменьшенному давлению мы конечно нет мы не можем начать дышать под водой они продолжают жить под водой фактически не только в реках и озерах внутри ты сказать материков ну и маляки океанов не прекрасно там себя чувствует до сих пор у нас кстати горят с ними был полный альянс вот они с нами через школу потому что но я уже говорил по поводу того что детские карты такие медицинские там 50-х годах двадцатого века написано было что стояние легких а в скоках жабер вот говорит о том что были русалки с которой с нами учились и не все русалки медхвосты некоторыми ноги вот но они у них могут иметь там удлиненный характер и типа ласт но тем не менее это все-таки люди которые с нами были одной культуры не зря русалками называли ну а сейчас когда их истребляли тоже 6 это 6 этой уже воды случилось который якобы утопили людей значит это настроили против нас то что нас все время обманывают сложилось из-за того что в общем-то нам навязано вот эти основные иллюзии но и самое главное что нам навязали смерть на земле то что но люди не умирали подолгу не умирали и вот этот возраст очень большой он еще девятнадцатом веке сохранялся и всех старцев в общем-то это известно и пет первый якобы пет первый для нас вообще-то римский император вот издавал указы по уничтожению таких вот ну они старцами называли который там пятьсот семьсот там тысячи больше у нас тоже самый мадам там тысячи лет до 960 лет но и там тоже столько же но долго жили ну да уже потом начиная там с иосифа ну 200 там 300 лет вот то есть постепенно шло сокращение естественно даже все время расскажу что у нас 19 век это примитивность там а есть фотографии фотографии и рисунки рисунков много где иллюминация сплошная а у нас только в начале 20 век там лампочка яблочкова там но появилась причем на постоянном токе который нам потом переделали переменный ток вот иллюминация причем непонятно откуда идущие фотографии вот на же масса названий сохранил их с тех же самых повозок телега до пролетка двухколка одноколка кола вот много слов именно название от этих повозок с корнем лет драндулет например кабриолет пролетка везде летать то есть улетала нам рассказывать что все было примитивное ничего не было вот и у нас же вся знать она очень-то тусовалась в питере в петербурге или в париже а у всех ведь посмотрите где имени это были ну и что они там не жили да нет они там жили просто было ли просто долететь до того же парижу или до того же петербурга дорог ты ведь не было и на конях там много не проскачешь допустим того же тургенева в туле ну по тулы а он в париже летал там у него первых было и любовница полина герда ну и потом в общем то страстно ведь охотник им каждую неделю ходил на охоту на неделе шизницы были вот ну чем по 25 дней что ли на лошади скакал до петербурга от тула нет то же самый чайковский с перска области до питера на концерты до ночью тоже 25 дней на лошади туда 25 обратно ну кто так ездит куда-то на 25 дней он сейчас он 7 суток от москвы до владивостока и то подумаешь ехать ли хотя там хорошо отдыхать там также как и в сочах только меньше народа обман принципе везде и в плане достижений те же самые телевизоры да они были распространены только они назывались ясновизорами которые не только могут видеть что там происходит ну кто-то показывает да то что было зеркально то что мы сейчас называем телевидение 1905 году нам это изобретение демонстрировалась на выставке в петербурге но она не получила но не сменила ясновизоры было потом придумано тут же революции все прочее поэтому это не получилось распространение а вот были ясновизоры которые позволяли не только видеть что там вам показывать но это что вы хотите посмотреть где что происходит и и он 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 на рисунках сохранился то есть это такая вот коробка тоже как телевизор да но только круглый экран вот который позволял настраиваться но и потом ладно не буду говорить кто мне рассказал но говорили о том что вот в софийском соборе в киеве в 19 веке стоял в центре ясновизор из воды в котором можно было посмотреть все что угодно вот эти изобретения но они же построены на вот этих вот тонких энергиях которые сегодняшний атеизм естественно отвергает нас биополе не могли сколько лет внедрить такое понятие но благодаря тому что вот ушли уже маститые ученые которые то все отвергали вот это стало в общем-то достояние науки биополе хотя биополе но так славы полям относится ну других полей пока еще не назвали но их как уже говорилось очень много когда внедрили смерть внедрили понятия еще кармы то есть перенесение наказания на следующую жизнь вместо понятия кармы которая карала принципе сразу как только человек сделал что-то не то он получал сразу воздаяние за свои действия или виде болезни или виде виде поражения какой-то по судьбе по каким-то событиям когда появились у нас в общем-то бесхозные души появилось явление ложной беременности то есть ну и когда у нас в общем-то признали уже глупыми то есть неразумными вот ложная беременность она была нужна для того чтобы внедрять инопланетян в женщин их яйцеклеток для того чтобы получать смешение землян со своей расой это делалось для того чтобы получить возможность подключаться нашим чудесам света но чудеса света не те которые там нам сейчас втирают что там китайская стена которая в общем-то 50-х годах 20 века построена не пирамиды вот которые ну в общем-то являлись транспортной системой и она везде распространена в космосе храм зевса маяк александрийский гробница соломона ну и другие которые в общем-то никакого отношения к реальным чудесам света то что свет это больше чем след на это больше чем космос свет это много космосов и чудеса света естественно касались и супер чего-то такого одним из чудом света является логос логос который управлял в принципе вселенными потому что наши предки как пишут веды управляли вселенными с помощью логоса и вот те точки на теле человека их около 2000 в отличие от которые якобы создали эту систему них все 1600 вот эти точки не для того чтобы управлять нами это что управлять логосом и вот эти все скрещивание землянами им были нужны для того чтобы найти доступ логосу потому что логоса могут управлять только земляне и вот они поэтому скрещивали делали эксперименты ну и уже сейчас добились хороших результатов их не метисы способны управлять логосом стали логос сейчас выключен он используется просто как источник света во внутренней земле там цивилизация не одна там кстати говоря на входе как раз располагается это швабия но на южной америке естественно она везде сейчас корни пустила вот но она там называется примитивная цивилизация ну потому что они тоже рабами является швабцы муж об этом говорили но еще хочется как бы подчеркнуть такой факт распространенность евреев по всему земному шару но уже считается что ну евреи там везде преследовали они разошлись по всему свету из-за этого это не так они существовали там всегда просто они потомки жильцов жильца уничтожить это подписать смерть всему своему роду это те деце не только на земле это в нашей галактике и я подозреваю что она во всей вселенной и даже может космосе поэтому уничтожали народ а евреев не трогали и вот сейчас израиль который фактически ну тоже перед но их согнали в принципе со всей земли в одно место для того чтобы было легче уничтожить сейчас заканчивается седьмое поколение в общем то началось восьмое поколение у нас проклятие на седьмом до седьмого поколения только до 7 действует и сейчас уже действует этого жреческого канона перестает действовать поэтому в общем то сейчас вот начали пандемию сейчас легко в общем то из уничтожить израиль собственно говорят это полная вакцинация израиля она показывает что какие там евреи чем-то управляют ну да их могут там этих завоевать или назвать евреями ну кем угодно могут назвать большевиками там фашистами кого надо очернить они так и назовут но все это делает римская империя и сейчас израиль все в чем-то вот эту тядецей эту силу потерял поэтому нас нас землян можно захватывать и можно в общем то ну уже беспрепятственно строить эти концлагеря использовать нас на гавах на энзимы на органы но на чего угодно никто много этих всяких проектов разбившись тарелки показывают что там они людей потрошат и там чаны с печеньями чаны с сердцами находили это же было был скандал целый в европе когда нашли такую тарелку летающую разбившуюся вот поэтому нам конечно сейчас в общем то нас некому защищать но вот когда внедряли переменный ток это тоже было сделано специально чтобы блокировать нашу эмоциональную систему вот это ее блокировали но первых у нас много слов связанных именно с названием различных эмоций ведь у нас около 1000 гормонов выделено еще 19 веке ну в каком социальном состоянии человек находится этих с названием нет вообще после революции у нас много таких названий естественно исчезло вот в действительности эмоциональная система эта система эволюции человека и и сейчас у нас блокировали полностью из-за этого чему с вами ответим на вопросы чем феномен валерия укьяновой она выглядит на 15 лет в астрале и сказали что без целебата бессмертия не достичь это так очень смело рассказывать людям вещи за которых убивают ки силы за ней стоят как вы думаете но и просто еще не вычислили неизбежно все равно когда-то вычисляет что касается что она говорит что без целебата бессмертия наоборот целебат не приводит к бессмертию наоборот когда у нас копится сексуальная энергия но мы говорили как ее копить и об этом вопросе было написано книжка яга бессмертия и и яга любви где рассказано как копится потенциал это ведь универсальная энергия сексуальная энергия универсальная она как раз лежит в основе всех преобразований вот поэтому целебатом он был нужен когда значит вот у нас еще были воины магические когда превращали людей в не опасные формы да вот тогда нужен был целебат ну чтобы вы превращенный не распространяли эту заразу в обществе поэтому целебат на данный момент идет чистка по заданному программу поэтому убедительная просьба оставить панику и присоединиться к процессу чистки земли но не хотелось бы конечно вас разочаровывать у нас специально работает целая команда и фуфорты которые нам говорят что тут и детишек освобождают из-за рабства и уничтожаются станисты но это ведь не так они но не позволяют это рассказывать чтобы нас успокоить но это не происходит идет у нас опускание ну можете конечно обманывать когда-то этот обман он раскроется баклушами нужно бить по дереву так чтобы коснувшись дерево был угол соответствующего бога сколько раз нужно постучать так немножко не так бьют не баклуша бьют по баклуша у нас подражение то осталось бить баклуш потому что вы кладете на дерево да вот уже баклуша не организует угол вы можете разнести его но все равно когда их продолжит он тоже самый вы их крепите но обычно там веревками прикрепляли к дереву вот ну и они в принципе не двигались и потом по ним ударяли одновременно двумя молоточками чтобы вот эти звуковые волны образовывали вращение когда там эллипс какой-то образуется а у нас разные углы дают разные эллипсы эллипс ведь еще понятия есть мистерия эллипс и мистерия но это как синонимы потому что вот именно с помощью правильных ударов под правильными углами божественными углами мы превращаем это дерево в козилю а это дерево исполняющиеся наше желание это дерево бог такие деревья нас отросли в священных рощах вы рассказывали что приемом яблочного указа можно привести в вашу организму в отличное состояние мордерская схемы приема для достижения подобного результата ну принимайте по утрам например вот там столовая ложка например разбавьте водой чтоб можно не обжигала что ну и пейте там полстакана сколько туда нужно налить чтобы не обжигалом какой камень и атрибут бога нута нута нет атрибутов нута это абсолютно ничто и он не имеет не атрибутов не флагов не но тем не менее он как бы один из основных богов то что из него все приходит и в него все уходит если на том свете такая большая очередь на перевоплощение то почему многие вспоминают свои прежние жизни пятидесяти столетней давности значит им удалось воплотиться вне очереди ну понятно они во первых могли прийти из лука людей с программой как раз возвратить древле православие но большинство так из лука людей приходит с из лука да ну то есть они с программой разрушения как при этом восстановиться и брать информационный след после прививки дайте технику вот наши жильцы говорят что если 108 дней проголодать до 108 дней вот и побыть на неедине или мало едини да то в принципе все уходит все эти прививки последствия я это не проверял не могу точно за это ручаться но то что такие значит тоже опыт были пройдены нашими жильцами говорят чем-то как одном из пути во всяком случае можете попробовать в одной из ваших книг вы пишете что звезду рано себя нужно налагать против свой стрелки сразу после это идет рисунок где движение руки идет по часовой лоб селезенка печени так далее как правильно понять вы говорите по часовой имею ввиду аркантан или современное понятие по часовой но смотрите то что для меня я допустим накладываю таким вот способом да для меня это против часовой стрелки но для вас это по часовой стрелки смотря с какой стороны смотреть правильно относительно меня да это против часовой относительно вас правильно это по часовой у нас в организме натрия калиевый обмен межклеточном пространстве в каком количестве можно употреблять соли калии и соли натрия но вот если там брать допустим океаническую морскую соль на океан он растворил кровь погибших цивилизаций у меня она почему такая же как у нас в организме сложилась ну потому что это кровь людей лучше конечно употреблять чистый калий стопроцентной очистки когда его употребляешь во первых становишься спокойным это важно особенно в наше время во вторых помимо спокойствия у нас ну то что там и философия сразу другая становится да и принципе видите что такое калий хлор он просто способствует усвоение питательных веществ которые идут с кровью у нас из-за того что давление упало почему нам соль то стала нужна она ведь не было у нас в культуре хоть нам там говорят что там старые соли варни там и прочее находят ну это художественный свет все это 19 веке появилась после когда были вот эти атомные взрывы и выбросило много атмосферы вот безвоздушное но в космическое пространство давление упало из-за этого вот ну и стала проблему с употреблением вообще пищи пищи не усваивалась нужна была соль но встали вот применять натриевую соль поэтому у нас натриево-калий насос он в принципе только у людей но в основном всяком случае у людей потому что даже растениям потребовалась соль то ниже калийную соль то употребляют да если и и сыпать то принципе растение процветает а натрий посыпешь растение умрет но натрий потому что сильнее калия действует на вот эту резистенцию ну как лучше сказать по русски на пронизаемость оболочки клетки она становится нормальной но и потребляет но калия сильнее это действует и поэтому все дерьмо которое выделяется в межклеточное пространство опять заходит в клетку калия этого не делает поэтому лучше калий хлор конечно знаете нашла информацию как активировать тимус нужно пчелиные соты или их рисунок накладывать на тимус это работает какой бог отвечает за тимус но рисунки вообще работают но насколько точно здесь происходит я сказать не могу потому что вот рисунки когда особенно вы накладываете или звезды или то что мы называем многоугольниками божественными они потому что правильные да они копят энергию и естественно у нас железы внутренние секреции у них с обменом веществ очень тяжело туда не у всех подходит вот кровеносные сосуды они питаются чисто из-за того что их питают энергетически со стороны то есть теми же рисунками поэтому попробуйте может быть в действительности для усвоения тимуса нужны шестигранные может быть и другие подойдут лучше я не могу сказать христос христос прожил полторы тысячи лет под каким именем известен в современной истории в современной истории он как христос известен а вообще его имя арест как можно использовать арку для прорастания в четвертое измерение ну сама арка которая возникает способствует схлапыванию или соединению двух крайних точек ну вежды с меня с между собой возникает как бы окружность но она выпуклая ну вот смотрите вот арка вот она вырезана здесь арка когда она вырезается она не равна вот этим делением которые делят эту окружность и у нас происходит соединение и вот соединение когда приходит у нас видите вот возникает предрастание следующее следующее измерение если потом здесь снова сделать арку можете в пятое измерение прорасти можете шестое ну и так далее то есть вот эти мерности они получаются за счет вежды почему у нас отменили вот эти и вежды и вежды хотя слова невежа и невежда остались но потому что это важное понятие для того чтобы человек мог совершенствоваться потому что если человек пророс четвертое измерение у него появляются диапазоны видения именно с четвертого измерения а с четвертого измерения вы можете видеть все меры которые находятся в этой точке большинство конечно миров это космос и они однотипны а вот когда они пересекаются или приближаются друг к другу они двигаются относительно друг друга вы их можете в очередь ну почему Чанг Тонг например видел тысяч имел тысячи глаз и видел все миры это конечно преувеличение тысячи глаз Будда видел три тысячи миров всего а их около двух сот тысяч только угловых миров основатель новогерманской медицины доктор хаммер утверждает что причина всех болезней является внутренний фрагический конфликт как реакция стрессовой ситуации изменив негативное отношение к стрессу орган без лечения восстанавливается сам активно продвигается современными психологами как думаете есть смысл изучать есть конечно тем более у нее удачные именно излечения ну выше всяких так сказать последствий которые обычно дает наше лечение нашей современной медицины но она обычно не дает никаких результатов человек сам выстраивает вопреки медицине чем закончится военные действия я думаю полномасштабной войной вообще если мы не помешаем если мы не призовем тех которые нам могли бы помочь понятно что современное галактическое сообщество снисходительно относится к нам но мы предупреждаем что кремниевая форма жизни она не шутит хотите проэкспериментировать пожалуйста будьте добры расскажите пожалуйста какая правильно должна быть подушка подушки должно быть две для одного человека а между ними валик который как раз когда человек лежит на спине а когда он поворачивается значит вот как раз вот расстояние для человека да вот расстояние от плеча до уха проекция уха на плечо оно должно быть как раз толщина подушки чтобы у человека не так не так было нормальное положение головы потому что положение головы это принципе наши способности и поэтому у нас все нарушено как нарушена например ну вся половая сфера ну все неправильно как нарушена например все эти традиции связанные со свадьбой с днями рождения с именинами но именин сейчас никто не справляет вот внутризна естественно внутризна тоже никто ничего не делал скварь но это тоже не делал но все нарушено а оно все необходимо необходимо для того чтобы хотя бы физиология человека правильно осуществлялась один из контактеров с тонким миром к которому прислушивался генерал Ратников сообщил что грипп корона создан в тонком мире для постепенной замены углеродной формы жизни на кремниевую и это будет благом для дальнейшего развития человека не значит ли это что кремниевая форма жизни решила зайти издалека ну вполне возможно вполне возможно видите раз предупреждение было что именно в принципе с нас и уничтожение нас приведет к развязыванию рук кремниевой форме жизни но это ведь связано с это же не просто так что мы именно выбраны были на эту роль потому что у нас семь чудес света за которыми охотятся многие цивилизации прежде всего с логосом но они говорят там еще транспортная система его земли транспортная система которая позволяет ей перемещаться по разным вселенным и космосом доктор технических наук веник Альберт Иванович по моему у него своей теории хронального поля доказывает что хрональное поле имеет сверх проникающую способность практически рассекать любые преграды по хрональному лучу прожектору можно передавать и принимать любую информацию если учесть тот факт что хронон это квант времени несущий информацию о процессах возможно этим объясняется неподвижный луч света исходящий из ногоу по которому они инопланетяне снимают с нас информацию и похищать людей вполне возможно вот веник ведь давно убрали причем уже убрали его сбило машиной причем сбило мы уже его пригласили а я был с ним знаком достаточно неплохо мы с ним общались мы его пригласили на когда у нас был международный симпозиум по вступлению человечества в космическую коалицию ну там срок уже подходил он подошел уже даже прошел но мы все равно сделали эту именно международную потому что у нас были из разных стран люди там из Ягославии ну тогда еще Ягославия существовала вот а его сбила машина понятно ну это бы придало бы нам статус ведь он академический ученый академик и так далее у меня-то молодой еще был пацан можно сказать когда все это происходило поэтому я думаю вмешалась опять это Римская империя которая все в общем-то это ну не позволила нам сделать авторитетность для космоса потому что даже Марина Попович ну хоть она у нас там возглавляла все вот но она же в принципе ведь но доктора она потом только защитила то есть она стала доктор технических наук но до этого она была просто летчик-испытатель со ста этими десятью испытаниями что вы думаете якобы идеи восстановления нашим правительством прежних границ российской империи ну это благое пожелание какие восстановления о чем еще речь кто сейчас все это сделает Россия одна слабая в реальности страна ну и потом она же ценой колонии США является кто и позволит даже сейчас также появилась версия что ранее солнцем нашей системы был Сатурн а потом энергетическое ядро Сатурна было вытащено и Сатурн перестал быть Солнцем а то самое ядро Сатурна спрятали соорудив вокруг него плотный слой суши и получилась искусственно создана планета с ядром Сатурна внутри ее назвали Земля может быть таким происхождением благосовер да нет конечно полая земля это же как бы давно известно и карты полой земли старинные и современные они есть и Град там но потому что там живет именно на внутренней земле вот и фашисты там тоже живут но они на входе с южного полюса там вход ну и там остров у них сделан там они в общем живут Нью-Берлин там построили Нью-Берли как они говорят какое ядро практически все планеты пустые пустотелые потому что все старались повторить вот этот это тоже чудо света полая планета луна тоже полая нет там никаких ядер а логос это в принципе компьютер огромный компьютер который сейчас используется как внутреннее солнце однажды хранители которым несколько сотен лет сообщил мне что еще в 17 веке не пили чай не было такой традиции и самоваров тоже не было никаких иван-чай не пили так выразился иван-чай появился на пожарищах кстати его название горельник когда я просил еще тоже пили ответил воду ягодные напитки и квасы квасом сказал что это и еда и питье и лекарство что вы об этом знаете спасибо но я полностью согласен с ним потому что иван-чай если даже говорить в сравнении с этим чайным деревом во-первых не вызывает кариеса потому что именно чай отложение на зубах делает и сначала начинается кариес зубы там выпадают ну и потом он не содержит витамина С как например содержит ван-чай вот что касается что пили вот эти настои но с этим сложно спорить это реально так но и не только настой настой тех же самых вибрации от этих растений настройка именно на временные вот именно вода же она аккумулирует все в том числе и разные поля в том числе и хрональные поля именно через воду можно получать очень много чудес и она вообще ну даже по своим свойствам она тоже удивительно при замерзании все уменьшает своим свой объем а вода расширяет наоборот одно из чудес которые используют например те же геологи когда ломают там какие-то горные плиты политолог целовик говорит что перед началом сегодняшних военных действий властями был проведен шаманский обряд и получено добро на военную компанию дана поддержка невидимых сил если у начавшейся военной кампании такая поддержка в тонком плане вполне может быть но меня это не удивляет то что римляне это делают это однозначно но наше правительство там же тоже есть безиглавцы работающие под людей они могли вполне это сделать память и информация она в голове и все работает как внутренний процессор или все записано в хрональном поле а мозг с присущими ему функциями ума способствует получению этой информации ну и так тоже ну там вы не представляете какое количество способов передачи информации которые тоже владеет наш мозг или во всяком случае владел по поводу позы эмбриумов на хронтиль говорю когда то что эта поза способствует вхождению в сознательный сон ну прекрасно еще одно подтверждение в пользу этой позы до апокалипсиса и так далее на земле жили иные цивилизации низкочастотные технократные но при этом дружелюбные или все были только световые высоко структурированные до апокалипсиса у нас жила цивилизация геккотанхейров то есть 100 руки в переводе на русский язык или 50 головых вот которые жили миллиарды и триллионы лет вот это вот семицарство которое существовало которое было записано и у евреев и у виланян и у нас а потом этого не стало это этому я сам свидетель потому что я истории с детских лет интересовался и прочитал все возможно и невозможно касаемо истории а потом вижу как меняется информация то только уже не семи царствия 20 царствия и у виланян и у евреев и но у нас там давно было но у нас как бы они записаны три Василия четыре царя но семи царствия вот но в таком виде и осталось но тоже все вранье можно ли восстановить наши умные клетки или продлить нашу жизнь я думаю что можно потому что вот из наших клеток кожного покрова можно оказывается получить любую клетку никакие там стволовые клетки которых ну вообще вот вы знаете меня гребу микробиологии и вообще все что связано с микроскопом все что угодно можно принять за что угодно и выдать это за какое-то изобретение открытие и прочее например та же самая амеба есть дизентерийная амеба ну попробуйте ее отличить от обычной амебы не отличишь размеры ну бывает и такие и такие в действительности все определяли поля и программы которые заложены в те же самые амебы и умные клетки тоже можно не из стволовых а из наших обычных эпидермальных клеток ну то есть кожаных клеток посоветуйте какие витамины пить для фиганов не столько витамины сколько вещества нужен цинк нужен селен нужен магний это абсолютный дефицит йод серо и фосфор ну то 6 хотя бы 6 вот а в действительности там и медь и золото и серебро но это микро в принципе элементы которые нам нужны где брать жиры для сыроедов в каких растениях они есть но лучше брать сыродавленные жиры это прежде всего лен рыжиковое масло кедровое масло но оно сейчас дорогое безумно конечно но если хотите почистить печень можете рискнуть один раз три тысячи заплатить там за пол-литра а так в принципе длину оно недорогое вот ну надо просто знать кто не халтурит вот и покупать эти масла хотя бы по ложке с утра принимать и то это уже во-первых восстанавливает работу кишечника с одной стороны а с другой стороны кости не скрипят зубы не разрушаются ну и другие полезные вещи происходят уже сыроедение но само по себе вот на нашем сегодняшнем диапазоне фруктов и овощей оно вредно оно неполно хотя это необходимые условия для бессмертия скажите почему у нас так быстро начало идти время вполне возможно это связано с тем что Земля перешло в другое измерение в другую вселенную потому что у нас исчезло больше 100 звезд с неба у нас пропала черная дыра в которую мы двигались и само звездное небо стало светить в десятки раз сильнее чем светило прежде это за раз это все не произойдет это естественно произошло то что в двенадцатом году в две тысячи двенадцатом году Земля перешла в другую вселенную луна находится за куполом или под куполом конечно за куполом у нее триста пятьдесят тысяч километров а орехи это белок или их сочетать лучше с зеленью это и белок это и жиры и жиров там больше поэтому они в этом плане более интересные но больше жиров чем белков естественно в европейских странах почти отсутствует культура перенания новорожденных да и с родами попроще великая британия например не препятствует домашним родом присылает акушерку бесплатно на дом и нестандартным способом во многих госпиталях есть выбор как рожать например в йоговской позе и так и в россии и странах снг все строже намного уничтожает целенаправленно население россии да уничтожает но самое главное блокирует их возможности детишек вот а в европейских странах ну там уже бесполезно все разрешать там уже все сделано было до того как сейчас в общем-то разрешают ну а то что посылают там же в первые минуты в первые часы делают уже прививку которая заражает нас теми же самыми митохондриями вот то есть тоже препятствует эволюции как лучше жажать на корточках или в воде ну так и так и так кроме авокадо какие овощи содержат жжи для сыроедов да никакие можно конечно орехи там и 50 и 70 процентов жирности в них вот ну и все в принципе все например злаки они ну сколько-то белков остальные все углеводы хочется услышать ваше мнение по поводу хрустальных шаров прошлых времен они изображены на иконах возможно ли сейчас применение таких шаров дело в том что вот эти шары они были нужны для того чтобы они работали как из навизор шары ведь ну шаром во-первых набирает информацию поэтому мы их сейчас не можем смотреть что хотим увидеть но если помещать в горячую воду но не очень сильно чтобы не треснул камень конечно вот она снимает информацию после этого шар может работать попробуйте если он у вас есть предполагать предполагает что военные действия на украине имеют минимальную цель это спровоцировать революцию в россии потому что многие известные люди актеры певцы блогеры призывают выйти на протесты против путина и войны и политики запада например борис жонсон призывать не демонизировать народ россии и отделять народ от политиков раньше британские политики не были замечены в таком внимании народу россии народ выйдет на улицы против войны а зондер команды начнут расстреливать ну возможно вы и правы но у нас собственно говоря богема всегда была против политики нашего государства в любое время кстати говоря когда брезнев там был Ельцин когда был вот ну Путин понятно тоже Макаревич например тот же Шевчук вот они же в открытую говорят все что они думают вот но с одной стороны это хорошо что нам разрешили говорить и можно говорить да но в общем то в какой то степени это и мешает некоторым вещам когда ну такая дозволенность есть что я имею в виду ну не все что делают наши политики плохо вот есть вещи которые необходимо было сделать давно ну например сегодняшнее или там вчерашнее выступление Путина надо было сделать очень давно когда только только Украина делилась чтоб соединиться опять и тогда мы не было никакого кровопролития потому что все были за Россию все проголосовали ну референдум уже показал что не надо разделяться нам народ против разделения и выделения СССР этих разных стран но все же все равно выделили цыгане это кто земляне или гибриды они кочевали откуда-то бежали нет это остатки римской империи ну которые в принципе отписи глаз в принципе да идут но это удачная конструкция ну то есть похожие на людей вот ну а когда Александр Невскович разбил псов-рыцаря псы-рыцаря это эти песенглавцы и он их разбил он сатану взял в плен но тут сбежал к сожалению вот его просто убить было невозможно хотели закручить навечно в тюрьму но не получилось ну и потом ведь когда вот страну ликвидировали всегда беженцы эти цыгане вот они остатки этой римской империи были ну и сейчас они остались у нас есть еще такой народ лили лили их нельзя путать с цыганами они вот отбежаются и говорят вы же цыгане они тоже двигаются таборами как и в революции например тоже все эти беженцы образовывали эти типа табора да который передвигался там вот и лили тоже но лили это вот луна они с луны вот например у нас есть община венерианцев да она живет в Соединенных Штатах вот с ними как раз вот адамский жор связан с они описывают их контакт вот но они сохранили свою цивилизацию хотя в принципе цивилизация венериан уничтожена ну в основном вся которая была поверхностная подземная сохранилась она и сейчас там существует вот кроме лилии там у нас обозы со времен революции например да ну у нас народ то он конечно оседлый вот они хоть и бежали вот но потом то все равно оседали где-то вот ну они сейчас сохранились тоже со времен революции я не буду говорить где и как почему внутренние цивилизации пол из земли так близко подпустили швавцев почему они их не уничтожают как их уничтожили от 4 миллиарда их больше чем внутренние внутренние цивилизации в старых славах русским богам есть непонятные слова например добровознство вино тонь визну и т.п. у кого можно узнать значение этих старорусских слов но можно взять средневского словаря это старорусские слова как раз хотя там не все правильно но все таки не все это обман и отчислите пожалуйста все семь чудес света я вот назвал этот логос две транспортных системы одна значит по вселенным космосом другая по вселенным вот сама земля тоже может транспортироваться куда угодно вот в параллельные пространства можно там вот создание там всевозможных тех же планет тех же вот это все было у нас наших предков вот то есть материализация мы владели совершенстве женщины использовали для создания метисов и причем если я поняла без получения то их согласия это тогда понятие свободной воли это тоже ложное понятие но у нас прежде чем начать так использовать переместили из условно разумных в неразумные почему вот было много очень придумано всяких ложных иллюзий для того чтобы мы их приняли да тоже плоскую землю те же ну все там да фига этих иллюзий мы сегодня ведь не все даже рассказали вот даже то что наметил не все рассказал ну во-первых время подходило уже вот ну когда перевели в неразумные ну тогда можно с нами делать что хочешь тоже животное ну как они считают поэтому можно и ложную беременность организовывать и энзимы собирать по ночам с людей в коробке их в эти загонять свободная воля не для нас если сидеть на сухом голодании печенка может очиститься самопроизвольно но это опасно вот сухое голодание к нему надо готовиться то есть сначала надо хорошо почиститься потому что сковырнуться на голодании очень легко ну то есть сыграть в ящик чем полезна задержка дыхания и при какой задержке дыхания в организме могут происходить хорошие улучшения ну вообще задержка дыхания насыщает нашу кровь углекислым газом а углекислый газ как выяснилось полезен для организма потому что он запускает многие процессы в том числе цикл крапса у нас же цикл крапса сейчас апкарном ну апкарназин ну знаете что такое то есть он не полный у нас все вещества которые имеют место быть в организме они во время этого цикла проявляются у нас он все время ну раз уменьшались уменьшалось количество аминокислот и прочее поэтому он все время сокращался вот этот цикл он очень маленький множество веществ не получается в результате этого цикла поэтому мы из божественных существ преврастились в современных опущенных ниже плинтуса существ сейчас сижу на голодании и читаю вашу книгу про сравнение все очень ценно расскажите что сами кушайте ну в разное время по-разному я тоже нахожусь в поисках разных вещей поэтому у меня проверено на мне множество систем вот ну а вообще обычно вот недавно у меня было в основном масло масло ну и немного так сказать орехов и все вот но поскольку у меня из-за всевозможных покушений убийств отравлений нарушен в общем-то обмен вот мне сложно на мне конечно эти эксперименты они чисто индивидуальные то есть я не могу их рекомендовать всем я могу только рекомендовать себе сейчас возможно магические войны только они происходят нас ведь поработили вот это вот взрывство да управление человеческим поведением оно основное в магических войнах оно сейчас и происходит если при вдохе живой живот выпячиваем а при вдохе втягиваем как правильно или наоборот или можно так и так да и так и так дело в том что вот очистительный комплекс который мы рекомендуем для бессмертия да вот он когда вдохнул предполагает втягивание живота для того чтобы у нас воздух который находится сильнее и больше усваивался кислород вот в то же время когда мы выдохнули и выпитили живот это все в комплекс сходит очистительный создается отрицательное давление и происходит вытягивание из межклеточного пространства тех залежей белковых которые у нас там образуются в течении жизни то есть и так и так полезно читал что некоторые части нашего организма кристалличны можно подробнее про нашу кристаллическую структуру и как этим пользоваться благодарю но весь человеческий организм это в принципе жидкий кристалл если в нем происходит упорядочение упорядочение приводит всегда всевозможным чудесным дарам якобы от даров вернее от богов но в действительности от упорядочения самого упорядочения всегда приводит к увеличению свойств приставкой сверху у нас много даров вот про дары мы писали в некоторых своих книжках но эти дары они приводят как раз к увеличению их возможностей их проявления ну все так там до встречи в тюрьме по м в тюрьме в тюрьме продают я не